За Волжье это такие же чебоксары. Так можно сформулировать основную тему встречи главы столицы Евгения Кадышева с жителями Левобережной территории. О том, почему разговор шел в таком ключе Ольга Пырочкина. В одном темном поселке по темному тротуару ходят дети в школу. Речь про Сосновку. Еще хуже ситуация в Северном. Конечно, все относительно. Вон даже фонарные столбы стоят, скажут жители отдаленных деревень, которые сейчас смотрят репортаж. Однако за Волжье это официальная территория города Чебоксары. А значит и освещаться должна соответственно. У нас и сон есть, и светильник на этом столбу есть, но свет не горит в 8 лет. По 3-4 дня двор не освещается. Темнота страшная. Еще 4 года назад по всему за Волжью стояло всего 54 светильника. Сейчас уже 270. Но это не главное, отметил начальник заволжского территориального управления Сергей Крутиков. Чтобы фонари исправно работали, нужно обновить другие составляющие системы освещения. А для экономии перейти на светодиоды и самонесущие изолированные провода, сокращенно СИП. Вообще повесить светильник – это самое дешевое. Это самое дешевое, то есть он стоит недорого. Но затраты на его новообслуживание кратные. И мы пошли по какому пути, вы, наверное, замечаете, то есть смотрите. То есть там мы, где делаем освещение, мы переводим все на СИП. Мы вставим новый трансформатор. Это дорого и делается постепенно. Сейчас в светлом территории санатории Чувашия на 85% освещена Сосновка. Северный – первый в очереди среди всех городских территорий, отметил Евгений Кадышев. Зато уже следующим летом в Заволжье, в отличие от остальной территории города, абсолютно все дети смогут ходить в современный детский сад с бассейном и из-за студий. В Сосновке возводят один из десяти садиков, на которые в феврале этого года из федерального бюджета Чувашия выделили миллиард триста миллионов рублей. Садики наши сороковых годов постройки, они полностью, скажем так, морально устарели, не соответствуют уже современным требованиям, нормам, предъявляемым к садикам, к современному, скажем так, дошкольному образованию. Эта проблема у нас, конечно, остро ощущалась. То есть, каждая встреча с населением, то есть, каждое там мероприятие, которое мы проводили, везде постоянно возникал вопрос о новом садике. Теперь мы находимся на этом объекте, у нас началось строительство нового садика на 150 мест, что на данный момент полностью будет покрывать, конечно, у нас очередь. Впрочем, действительно, горожанами жители Заволжья почувствуют себя, наверное, когда не придется топить дровами, когда на левый берег придет газ. Уже принято решение, и Михаил Васильевич Игнатьев лично договорился с Межрегионгазом, что здесь будет все-таки газ. Уже проект есть, уже проект оплачен. Идет работа по внутрипоселковым сетям. И люди это прекрасно знают. В 15-м году, в 16-м году они не верили в это. К лету 2020 года газопроводу должны подключить первых потребителей. Это будут местные котельные. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.